Не секрет, что в жизни побеждает сильнейший, но даже самый сильный хоть немного полагается на удачу. И сегодня она обязательно должна нам всем улыбнуться, потому что 2 декабря день фортуны. Это сильные новости, рубрика Короче. Поехали! Новогоднего настроения вам в ленту. Особняк из комедии «Один дома» сдают в аренду на Новый год. Теперь любой желающий сможет встретить этот праздник в том самом доме, где когда-то забыли Кевина Макалистера. Объявление о сдаче дома появилось от имени старшего брата, главного героя База Макалистера. В объявлении сказано, что любой желающий может снять дом и пуститься во все тяжкие, питаться вредной едой, сутки смотреть телевизор. Но вишенка на торте — это попробовать на себе все ловушки из этого фильма. Во! Ну а теперь покатаемся. Гомельчане могут предложить свой вариант эскиза электробуса и его маршрут. Недавно мы рассказывали, что автобусный парк номер 6 купил два электробуса. Ну а сейчас предприятие объявило конкурс на лучший эскиз внешнего вида и оформление салона. Прислать свои варианты можно на этот адрес до 10 октября. Кстати, победителю обещают приятный сюрприз. А маршруты предложить в группе автобусного парка ВКонтакте. В Беларуси 70% молодежи используют социальные сети как основной источник информации. Такие данные привел глава Мининформа. По его словам, 87% молодой аудитории в возрасте от 18 до 29 берут информацию из новостных порталов, а почти 70% — из мессенджеров и социальных сетей. Ну а что касается традиционных медиа, телевидения и газет, то их используют только 15,5% молодежной аудитории. Министр информации считает, что это обстоятельство слабо учитывается редакциями, а молодежные печатные издания и вовсе отсутствуют в Инстаграм или ТикТок. Спасибо, что вы с нами.